Редингот или же костюм для верховой езды в 18 веке. До разрешения женщинам носить штаны придется подождать чуть больше 100 лет. Что же делать? Ездить в юбке! Но даже не юбка сегодня наш главный персонаж, а вот этот прекрасный пиджак, редингот. Это еще не амазонка, но уже первые намеки на какую-то специальную одежду. До 17 века такой потребности не возникало. В средневековье было более прогрессивным, чем его считают. И, как один из примеров, женщины спокойно ездят в платьях, сидя по-мужски. Да, у них также есть специальные модели седел, где женщина может сидеть боком. Но, мне кажется, тут выбор зависел от мероприятия и выбора самой женщины. Вероятно, в новое время пришел новый строгий модный французский этикет, и женщин срочно потребовалось посадить так, а не иначе. Но это только моя теория. Начиная с тех пор и вплоть до начала 20 века, она состояла из одного и того же набора предметов. Менялись лишь их фасоны. Ботинки на каблуке, чулки, пышная теплая юбка и костюм наподобие мужского. Его элементы во всех подробностях я разбирала в видео по ссылке в углу. И шляпа на мужской манер. В 18 веке это были треуголки и высокие шляпки с декором, а в начале 20 века цилиндр с вуалью. Завершали все это великолепие хлыст и перчатки. Кроме того, дамы свистнули у кавалеров даже их прически. Для верховой езды было вполне нормально появиться с хвостиком или косичкой, перевязанной черной лентой и двумя буклями на висках, а то и просто перевязать волосы лентой. Итак, дама могла сесть в седло, прикрыть ноги юбкой, взять муфту, чтобы точно не замерзнуть и ехать, как ни в чем не бывало. Однако не все женщины всегда использовали боковое седло. Кто, зачем и почему, рассказываю вот в этом видео. Море один год использовали не только для верховой езды. Благодаря своей простоте и удобству он также был отличной одеждой для прогулок, фехтования, игр на свежем воздухе или долгих путешествий. Но о повседневной и простой одежде мы поговорим в следующих видео. А если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы не пропустить новое видео. И загляните в комментарии, там есть несколько интересных ссылок. А также вам могут понравиться видео, которые вы видите на экране.